Если меня спросить, сейчас только-только поднимается, реально вот поднимается Россия, только-только. Это не должно никаким образом агрессивно сказаться на весь мир. Россия просто должна вернуть свое то, что ему от Бога дано, свое влияние. Если это не будет постепенно, а будет там сразу, это вызовет очень серьезным катаклизмом. Конечно, не забывая о том, что очень многие не хотят этого, но все равно надо выходить очень мягко, как пантера, допустим, там перепрыгивается одно место на другое, как пантера. Это очень опасный путь, но это благородный путь. Надо постоянно об этом думать, чтобы не навредить внутри, в первую очередь, чтобы внутри было все спокойно, внутри было единение. Чтобы это не превратилось в агрессию к кому-то. Или, не дай бог, еще вот сверху, еще на кого-то нельзя. Нельзя. Это самая главная беда, когда ты на кого-то смотришь сверху. И это тебя опускает. Реально тебя это опускает. Через 50 лет очень важно, когда придет время, когда Путин должен уйти и прийти следующий человек. Вот кто придет. Вот это самое главное. Этот человек должен быть одухотворен морально, в первую очередь. И он должен продолжить вот те движения, которые вот этого... Потому что видно, что это сейчас начинается. Санкции, несанкции. Здесь никому рот не закрывал. Все могут говорить все, что хотят, все, что думают. Это очень хорошо. И надо еще больше. И с этим надо развивать. Конечно же, если кто-то ведет антигосударственную политику и, самое главное, натравливает людей друг на друга, конечно же, это нельзя допускать ни в коем случае. Что силой, что словом натравливать, взрывать друг друга, что, не дай бог, каким-то взрывным вещам, это по большому счету одно и то же. Это должно быть приурочено к этому. Не разжигать никакие сатанистские такие-то моменты. Вот. И как можно больше тянуться к Богу, тянуться к вере и не сопоставить ни в коем случае одну веру с другой. Вот это надо тоже над этим работать. Надо работать больше над своим народом, вот со своим народом, чтобы они чувствовали больше доверие к тебе. И они будут чувствовать больше ответственности перед своей страной. Если они чувствуют, что своей стране они не нужны, они никогда не будут думать и молиться о своей стране. Зачем? Поэтому это самое главное, что вот в течение вот этих 50 лет, может быть, когда-нибудь придет время, и опять будет монархия в России. Это будет очень красиво, я думаю. И еще церковь должна заниматься своим делом, государство своим, но они должны быть в неразрывном контакте. Потому что молитвы и благословение церкви, это отражается на всех. Поэтому все сердца, все умы, все глаза, душа всегда должна быть открыта. И каждый должен всегда думать о том, что на своем примере он должен показывать миллионам людей, что самое главное отдать свою жизнь и свое здоровье своей стране. Вот своим примером. Когда они ведут немножко другое, люди, конечно же, им не будут верить. Самое главное, чтобы было бы доверие друг к другу. И доверие, конечно же, выведет и сделает так, что страна, великая страна Россия, она реально станет великой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.